Дарья Тарасова На термометрах крок до нуля, да и нагадбой водителям надо еще участвовать в теплого автогардеробу. В поваге и до кожного героя обновленный мемориал увезцы Кишчена-Слобода – монументальный напомин про подвиг белорусского народа. Больше за 3500 замежных грамадян с початку года отримали белорусское грамадянство. И они повинны прожить на территории нашей краины не меньше за 5 годов, а так само ведать одну из державных мов и примать присягу. Урачистая церемония отбылась сегодня у Минской ратуши. Грамадянство отримали урадженцы России, Украины, Афганистана, Узбекистана, Туркменистана, Молдовы, Ливана, Сирой, Турции и Казахстана. А еще особо без грамадянства. И они поклялись выполнить и поважать конституцию, оборонять суверенитет нашей краины. Приехали сюда на постоянное место жительства в 2015 году. Продали дом в Казахстане и купили на эти деньги здесь, в Беларуси, квартиру и собственных средств. Понравилась экология, леса, поля, чистота, безопасность. Беларусь это страна для жизни, для комфортного проживания, воспитания детей. 1200 граждан Российской Федерации приобрели в настоящее время гражданство Республики Беларусь. Потом идут граждане Украины, это больше тысячи человек. Потом представители других государств СНГ, в первую очередь Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана. Всего больше 30 стран граждан, которые в этом году стали гражданами Республики Беларусь. Но также присутствует в этом числе и 365 лиц безгражданцев. Принятие присяги нового увядения, якое уступило усилу с липень этого года и предугледжено законом о беларуском гражданстве. С повагой пашаной до кожного героя Великой Айчыны, сегодня после реконструкции урочисто открыли обновленный мемориал у везции Кищена-Слобода в Борисовском районе. О ней эта братская могила заховала память о подвигу 29 войнов 6-й гвардейской кавалерийской дивизии. Аля после пошуковых экспедиций и работ с архивными материалами имена еще 17 героев увековечены напомнику нужности и воинской славы. Поисками я занимаюсь уже более 20 лет. Все началось с поисков своего родного дедушки Шадкова Василия Стефановича, который пропал бездействий в ноябре 1943-го. До сих пор я не могу найти о нем сведения. Это побудило меня искать других солдат и воинов. Поиски этих солдат заняли почти полгода. Ближайшие братские захоронения – это студенка, брели, там еще предстоит работа. Для нас было делом чести и нашим долгом восстановить вот это данное воинское захоронение. Мы оставили центральную часть с фамилиями бойцов, которые были захоронены ранее, а по бокам добавили 17 фамилий, которые сейчас были увековечены. Ну и сделали благоустройство прилегающей территории. Хочу отметить, что это, конечно же, было сделано. И я благодарен всем нашим сотрудникам, потому что это было сделано за счет личных средств работников предприятия «Минскоблгаз». Всех филиалов Минской области. 6-я гвардейская кавалерийская дивизия почала вызволение Беларуси из Витебской области. За месяц прошли с боями омаль восемь сотен километров. А кроме этого червонармейцы вырытывали от захопников десятки населенных пунктов. Тым леком Молодечна, Лиду и Грудна. На передней 100-годе подразделения участковых инспекторов милиции у Борисови отзначили супрационников в области. Урочистое открытие загородного отдела милиции дало старт святочным мероприемством. Супрационники обслуговывают больше за 30 тысяч жихару района. Комплекс отповедает усим потребованиям. У им разместится отдел милиции, отдел по громадянстве и миграции, инспекция по справах неполнолетних, а еще криминальная ВК, научая инспекция. Процесс выполнения поручения главы государства и министра внутренних дел о создании комфортабельных и удобных условий нашему населению, в первую очередь, конкретно на городе Борисове и на Борисовском районе он здесь активно проявляется. Ну, понятно, что не только город Борисов, такие же подразделения и такие же технические ремонты и добавление и оснащение иными средствами, коммуникации, автомобильным транспортом, они проходят на территории всей Минской области. Как с поддержкой Министерства внутренних дел, так и Минского областного исполнительного комитета. Лепшим представникам своей справы уручили нагрудные знаки за выдатную службу сярод-подарунка у администерства два новые службовые авто. Треши транспорта трымали уся областные подразделения участковых инспекторов, а это 26 машин. Напереды дни профессийного свята специалисты агропромыслового комплексу подводят выники сезона. Ураджай сбоживых Минской области у полтора миллиона тонн, это гарант вытворчасти фуражу для жилогадовли и резерв для хлебопеков. Так, филиалы Борисов хлеб-прама пропануют гастрономичные новинки. Например, на заводе у Молодечни больше за 150 на именю продукции. Есть и хлеб визиту, к массой больше за 2 килограммы – молодеченский подарунок. А сярод оригинальных рецептов – хлеб зельном. «Кимамин выбор зерновой» – это совместная разработка с государственным предприятием «Белтехнахлеб» в рамках научной работы. И этот хлебушек изготавливается там 50% цельно смолотого зерна, который является специализированной продукцией для беременных и кормящих женщин, но он нашел своего покупателя и в других широких слоях населения. Данная продукция имеет низкое содержание сахаров, соли, с низким гликемическим индексом. Само профессийное свято агрария у День работников сельской господарки и перепрацовучей промысловости АПК у нашей краине отзначить уже в неделю, 19 листопада. На термометрах все ближе и до нуля, да и попереджу и водителям на дышу час зимовой гумы супрацовники Державтой инспекции проводят профилактичные гутерки на дорогах. Тим, кто не поспел подрактоваться до морозного сезона, варто поспешаться, как позбегнуть аварийных ситуаций. За ажиэтажем на шиномонтажах назирал Илья Цвятков. У прогнозов синоптиков дождь, мокрый снег, первые заморозки и голодезица. Это значит, что пора, как я, изменить летние кроссовки на больше сручный, теплый и, самое главное, не слизкий обуток. Это же самое отыщется не только пешеходам, а и автомобилистам. Машины так само пришел час перебывать на зимовую гуму. Без спека перемещения по слизким покрытий у першую чергу залежит от того, как автомобиль стоит на дороге. Упыльненность у кожной маневры подчас ливня и снегопадов может дать только правильно подобранный автообуток. Особливо, коли приходится шмат и часто ездить на далекие отлеглости. Андрей Бируля – водитель с великим стажем, больше от 30 годов. Маршрут из Минска регулярно прокладая урозные городы и преодолевая по некольки сотен километров за день. Тому шины каждый год меняет загадя, еще до надыхода нестабильного надворья. Я обычно не дожидаюсь наступления морозов или снега. Я перебываюсь в конце октября, начало ноября, независимо от погодных условий. Летняя резина вообще заканчивает свое действие при плюс 8. Лучше, когда температура падает к этим нормам, менять на зимню, потому что только тогда безопасность гарантирована. Это при торможении, при движении по трассе и по городу. То есть автомобиль ведет себя совершенно по-другому, как и должно быть. На станциях шиномонтажу – ажиотаж. Записываться на замену гумы доводится навод за некольки джон. Специалисты работают в режиме 24 на 7, когда помогают всем автоматам и дают профессийные парады, какие обуток для авто лучше выбрать. Лучшие профессионалы доказали, что зимой должна быть только зимняя шина. Это два принципиально разных изделия по сравнению с летней шиной. Они делают совершенно по разным технологиям, у них используются совершенно разные материалы. И ни одна летняя шина зимой не может работать. Когда мы говорим зимой, мы имеем в виду погодные условия. В первую очередь температуру за бортом. Когда температура становится ниже 10 градусов среднесуточной, коэффициент торможения летней шины падает очень сильно. На дорогах города с водителями проводят профилактичесные размовы инспекторы ДАИ. Зимняя шина устанавливается на все четыре колеса и должны соответствовать определенным требованиям. Так, например, остаточная высота рисунка протектора не должна быть менее 4 мм. Кроме этого, шина считается непригодной к эксплуатации при проявлении хотя бы одного индикатора износа, расположенного по дну канавки протектора, при равномерном износе, либо двух индикаторов в каждом из двух сечений при неравномерном износе беговой дорожки. Хорошая резина повышает маневренность на дороге и, что самое главное, уменьшает тормозной путь автомобиля при резком торможении. Вы двигались со скоростью 60 км в час, тормозной путь составил примерно около 5 метров. То есть, если бы вы в таких условиях двигались на летней резине, он бы был примерно в два раза больше. Да и нагадывая, изменить летнюю гуму на зимовую по правилам дорожного руху необходимо до первого снежня. За отсутность шин с морозной маркировкой с первого месяца зимы можно отримать штраф. Илья Цветко, Виталься Ляука, агентство «Телиновин». Стрит-арты в стиле МНС все больше припынка у безопасности появляется у столицы. Уже больше за 40 пунктов оформлены тематичными малюнками. Одны транслиуют ролики с беспечными парадами для детей и дорослых, иншие – номеры выратовальной службы. Припынок громадского транспорта в Ленинском районе нагадывая пожарную станцию и рассказывает про историю МНС. Внимание вопросам безопасного поведения уделяется, конечно же, особое. Но в целом остановочные пункты – это формы работы с населением, это отчасти имиджевый объект МЧС, который позволяет скоротать время в ожидании транспорта, получить для себя полезные знания, использовать информационные ресурсы МЧС для того, чтобы быть в курсе событий и знать, как избежать чрезвычайных ситуаций. Родители могут установить мобильное приложение «Помощь рядом» либо изучать наши информационные ресурсы и быть в курсе новостей, событий и правил безопасности. О правилах безопасности в Минске нагадывают так само детячие пляцовки с драуляными пожарными авто. У стилей МНС оформляют и гульнявые покои в гандлевых центрах. А вырос «Допомога побоч» можно увидеть на фасадах жилых домов и школ. У мастака Солигорска Валерия Толкачева акварельный бенефис в Минске. У столичной арт-гостюни «Высокое место» майстер открыл свою персональную выставу и провел класс для всех жадающих. Наведывальники с нуля увидели процесс творения акварели на суд глядачу усе тонкости в творчестве шедевра. От подрыхтовки папера и пензля до промалевки. Я считаю, что это очень важно, когда зритель видит, как рождается это эфемерное произведение акварельное. И становится сопричастным к процессу. Мой посыл выставки, чтобы обращались на самые простые вещи внимания. Может, после нашего процесса будут другими глазами смотреть зрители на мир. А может быть, кто-то еще и будет пробовать себя, а она лечебная. Совершенно уникальный художник. И, наверное, один из немногих, кого я знаю, кто разбивает шаблон. Общепринятое у нас такое мнение, что художник – это какая-то летящая личность. Вот он встал или поработал, или он не поработал. Нет, Валерия, это изначально структура, которая, наверное, только больше и больше увеличилась. Это многогранное развитие личности. Это спорт, это режим, это ежедневное расписание работы, как он работает. Майстер-класс проходил в формате диалогу. Глядачи смогли задать свои питания мастакам. Завершилась арт-сустреча с творением новой акварели, присвященной зиме. Выстава «Акварельные разваги» у Минску до 17-го «Снежня». 98-го года у Нахвали. Сегодня Белорусская радио отзначает День нараджения подарунок. Подрыхтовал симфоничный оркестр Белтали радиокампании. В концертной зале в Верхний город гучали золотые хиты эпохи проводного вящения. Мелодые Глебова, Иванова, Свирыдова и Доги. С вами. Программа называется «От широго сердца». И именно так называлась программа по заявкам меломанов. Программа по заявкам, которая выходила на Белорусском радио довольно долгое время, в 80-е, 90-е годы. И на самом деле это такой феномен именно, когда радио в свое время формировало музыкальные вкусы. Музыкальные хиты, которые звучали по проводному радио, начиная с конца 60-х и заканчивая 90-ми годами. Это музыка, которая любима слушателями. Она узнается, она звучала всегда с радиоприемников. Очень приятно, что в этот концерт вошли очень многие произведения белорусских наших известных композиторов. Такие, как Евгений Глебов, Леонид Захлевный, Григорий Сурус. Ретро-вечер супроводжали поэтичные родки у выконании диктора Белорусского радио Олега Винярского. Музычная программа дала старт концертом до дня нараджения Белорусского радио. На этом наш выпуск завершены. Новины региона и иншие проекты Белтале радио компании доступны так само на сайте tvr.by. Приемного вечера!